У этих четырех знаков зодиака может открыться третий глаз. В мире астрологии и метафизики третий глаз считается центром интуиции, высшего познания и духовного прозрения. Он символизирует способность видеть за пределами видимого мира и расширять свое сознание. Некоторые люди говорят, что у них открыт третий глаз, что дает им возможность постигать тайны Вселенной и воспринимать информацию, недоступную обычному человеческому восприятию. Согласно астрологии, некоторые знаки зодиака имеют более выраженные способности открывать свой третий глаз. Эти знаки обладают врожденной способностью к интуиции и глубокому пониманию мироздания. Давайте рассмотрим четыре из них. Рыбы. Рыбы являются самым интуитивным знаком зодиака. У них глубокое внутреннее понимание и чувствительность к окружающей их энергии. Рыбы обладают способностью погружаться в медитацию и контактировать с более высокими измерениями. Они могут легко настраиваться на энергетическое поле окружающих и воспринимать незримые вещи. У рыб открыт третий глаз позволяет им легко проникать в мистические и духовные сферы. Скорпион. Скорпионы имеют сильную интуицию и мощное проницательное видение. Они обладают способностью видеть за фасады и распознавать скрытые мотивы других людей. У них развито чувство энергии и потоков информации, которые могут быть недоступны другим. Скорпионы могут использовать свой третий глаз для анализа ситуации, чтения энергетических полей и проникновения в самые глубокие уровни понимания. Скорпион. Скорпионы имеют сильную интуицию и мощное проницательное видение. Они обладают способностью видеть за фасады и распознавать скрытые мотивы других людей. У них развито чувство энергии и потоков информации, которые могут быть недоступны другим. Скорпионы могут использовать свой третий глаз для анализа ситуации, чтения энергетических полей и проникновения в самые глубокие уровни понимания. Рак. Рак – это знак, который характеризуется глубокими эмоциями, интуитивностью и сильным внутренним миром. Люди, рожденные под знаком рака, обладают особой чувствительностью и эмоциональной отзывчивостью. Они могут легко воспринимать энергию и настроение окружающих, а также обладают проницательностью и интуитивным пониманием людей и ситуаций. Открытие третьего глаза может быть особенно привлекательным и полезным для раков. Усиление интуиции и развитие способности чувствовать энергии и эмоции окружающих могут помочь им в личной жизни, отношениях и принятии важных решений. Раки могут использовать свою интуицию, чтобы понять скрытые мотивы людей, предвидеть возможные последствия и принимать более осознанные решения. Водолей. Водолей – это знак, который обладает необычным и уникальным способом мышления. У них часто развито экстрасенсорное восприятие и способность предвидеть события. Водолеи имеют открытый ум и острые интуитивные способности, что позволяет им видеть далеко за пределы обычной реальности. Они обладают глубоким пониманием широкого круга тем и могут часто предсказывать будущее с точностью. Открытие третьего глаза – это индивидуальный процесс и может происходить у любого знака зодиака. Однако, рыбы-скорпионы, раки и водолеи обычно имеют естественную склонность к развитию этой способности. Они более открыты к духовным практикам, медитации и исследованию своего внутреннего мира. Важно отметить, что открытие третьего глаза требует времени, практики и саморазвития. Медитация, осознанность и работа с энергетикой могут помочь укрепить и развить эту способность. Также важно подходить к этому процессу с открытым и гибким умом, без ожидания мгновенных результатов. Открыв третий глаз, люди могут расширить свое сознание, обрести глубокое понимание и интуитивное понимание мира вокруг себя. Это может привести к развитию духовности, улучшению интуитивных способностей и раскрытию скрытого потенциала каждого человека. Итак, если вы принадлежите к одному из этих четырех знаков зодиака – рыбы, скорпион, рак или водолей, у вас может быть естественная склонность к открытию третьего глаза. Развивайте свою интуицию, занимайтесь медитацией и исследуйте свой внутренний мир, чтобы открыть новые горизонты познания и духовного прозрения. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.